Но, людям Бог дает возможность увидеть самое лучшее друг в друге с самого начала. Когда возникает вот эта влюбленность, она открывает глаза, люди начинают видеть душу друг в друге. Вот почему мать любит ребенка свою, как вы думаете? Другие люди смотрят, ну нормальный малыш, хороший. Но у матери другое чувство, она видит очень глубоко эту личность. Почему, как вы думаете? Потому что у ребенка маленького, у него карма неактивна, ее не видно. И мать видит душу в этом человеке. Когда ребенок рождается, она видит в нем душу. Она видит в нем много чистоты, глубины, красоты. И запоминает это на всю жизнь. Потом смотрит, когда на своего сына или на свою дочь. Она именно это в нем и видит. То же самое происходит и когда люди влюбляются друг в друга. Но ненадолго. Если эта память у родителей о детях остается на всю жизнь, то между людьми, которые влюбляются, это происходит временно. Потому что за дарма ничего не будет, понимаете? Знаете, есть такой божественный принцип. Называется try and buy. Не поняли, да? Объясняют по-русски. Гемоверсия. Еще более конкретно. Прямо совсем по-русски, это видовый месяц. Так, смотрите. Одна ученица спросила у своего духовного учителя. Она спросила, пожалуйста, святой человек, скажи мне, как мне научиться всю жизнь любить своего мужа? И он ответил ей, каждый день во время молитвы вспоминай то светлое чувство, которое ты получила о своем муже, когда только полюбила его. И это даст тебе возможность всю жизнь быть счастлива жить с этим человеком. Вы помните это светлое чувство, когда люди разводятся? Да у нас ничего не было. Но если не было, как вы вместе жить-то начали? Это же невозможно просто играться и вместе жить. Ну, ничего не было. Не было печали, просто уходило лето. Мы с тобой не знали сами, что же было между нами. Что-то было же, просто мы забыли. Все хорошее забывается, плохое остается память. Надо возрождать эту память о хорошем, близком человеке. Возрождать эту память. Даже если человек тебя бросил, как сделать так, чтобы сердце успокоилось. Надо вспомнить, как вы встретились, самое лучшее об этом человеке. Вспомнить, простить его и сердце успокоится. Вот так оно успокоится. Все нормально? Чего вы так делаете? Холодно? Холодно в зале, да? Да, да, да. Я достоплюсь в сочи, Светом своими, Развернусь в ночи. Теплее стало, нет? Нет? Чуть-чуть. Ну, завтра одевайтесь теплее. Завтра одевайтесь теплее. Завтра одевайтесь теплее. Ну, что делать? В окне, в окне, в окне. Так, все. Кондиционер надо на работу или ничего? Может их выключить? Нет. Просто есть вентиляция, и не надо выключать. А кондиционер надо работать, если он есть. Итак, двигаемся вперед, мои хорошие. Мы говорим с вами о любви, да? Итак, сначала в отношении к само собой возникает любовь. Женщине хочется служить мужчине, мужчине хочется само собой нежно относиться к женщине. Это происходит спонтанно. Это называется влюбленностью. Это состояние длится по укасающей, постепенно гаснет в течение максимум 5 лет. 5 лет максимум. Потому что, на самом деле, отношения нужны не для того, чтобы мы балдели от них, а для того, чтобы мы научились вырабатывать из себя любовь сами. Поэтому все эти 5 лет, когда отношения возникают, нужно не ждать, когда вот ты раньше не так улыбался. Не надо этого ждать. Все будет хуже со временем, будет ощущение хуже от близкого человека. Нужно учиться не ждать от близкого человека, а отдавать ему. Это будет трудно сделать. Потому что, когда возникает семья, эгоизм женщины и мужчины возрастает многократно. Я говорю о ложном эгоизме истине. А Бог в это время многократно дает счастье через поведение человека. Человеку хочется так себя вести, просто так хочется, он сам не понимает почему. Но это не его заслуга. Ты раньше был лучше. Но это не его заслуга. Это подарок тебе, подарок. Чтобы ты верил в этого человека. Поэтому, так как многократно возрастает эгоизм, а все хорошее в его поведении тает, само собой, семья не становится лучше. Само собой, наша семейная жизнь разваливается. И это неизбежно, если мы ее не возрождаем. Если человек просто живет, ну я просто живу в себе, ну у нас просто жизнь. То обязательно будет развод. Обязательно. Это 100%. Если я не пытаюсь изменить себя, если я не работаю над собой, не служу близкому человеку, не совершаю усилия над собой, не изучаю как правильно жить. Чтобы совершать усилия надо знать что делать. То тогда все развалится. Обязательно. Почему? Потому что эгоизм сильно возрастает в отношениях сразу, а вискористе сильно тает. Я могу вам это доказать очень легко. Вот смотрите, девушка одна живет, ей много надо, нет? Она чуть-чуть приготовила, пошла. Чуть-чуть прибралась, пошла. Ничего не надо в жизни. В комнате ей, слава Богу. Мужчина один живет. Я помню свою студенческую жизнь. Купил макароны килограмм. Сварил. Положил в холодильник. Отрубил кусок. Положил на сковородку. Поджарил. Пошел на работу. В институт. Все. Жена появилась. Обеды. Ты чего мне так плохо готовишь? Ну ты же раньше как питался? Макароны, вот тебе макароны. Нет, меня это уже не устраивает макароны. Девушка говорит, ты меня тоже не устраивает в плохой комнате, в простой комнате жить? Мне нужна квартира. Так ведь или нет? Люди, когда женятся, у них сильно возрастает потребность. Это боль. Не то, что женщина такая плохая, ей нужна квартира. Это ее боль. Она чувствует, что она не может как по-старому жить, ей очень плохо так жить. Мужчина тоже не может питаться по-старому, ей тоже вкусно питаться. И, понимаете, вот так вот устроено в этом мире. Эгоизм возрастает, потребности возрастают. А возможности служить таят, поэтому начинаются скандалы со временем. Что такое скандал? Почему ругаемся? Пытаемся доказать, что у меня есть потребности, и объяснить, что ты что, не видишь, что у меня потребности? Он говорит, так ты тоже не видишь, что у меня потребности? Ты давай, ведь первая. Нет, ты первый. И у нас внутри есть механизм закручивания скандалов. Мы думаем, мне не повезло, блин, я с другими людьми не ругаюсь, а с этим ругаюсь. В близких отношениях есть механизм закручивания скандалов. Сейчас я вам его расскажу. Очень простой механизм, основанный на тонком строении человека. Женщина соткана из энергии любви, поэтому у нее центр любви, вот этот сердечный центр очень сильно работает. Отсюда исходят эмоции. Отсюда исходят эмоции человека. Мужчине там дырка, слабый центр. Поэтому мужчина, он не попадает под влияние женских эмоций, влюбляется. Есть такой мультфильм, Маунти, который показывает, как это происходит. Там Маунти влюбился, когда он пришел к змею мудрому, спрашивал, «Кааа, что это здесь?» «Каа» смотрит. «Весна». Почувствуй, щемит сердце. Мужчина, щемит сердце. Эта энергия женскую природу имеет. Мужчины не склонны выражать чувства. Они как-то так общаются, не сильно много чувств. Женщины когда встречаются, «Я там тебе ждала, я встал, я встал, я встал, я встал, я встал, я встал, я встал. Ура!» Женщины встречаются друг с другом, проявляют чувства и не общаются очень эмоционально. Я ему сказала вот так вот, говорю, «Не встань, не поднимет Бог на свободе!» Вот так сказала. «Я тебя понимаю, да, правильно сказал». А он реагировал. Говорит, «Ты шо хорошо разговариваешь?» Начал кричать. «Я ничего Бога не сделала!» И когда женщина проявляет эмоции рядом с женщиной, та не чувствует никакой проблемы. Но если женщина подходит к мужу и говорит, «Пойдем, поговорим!» И за ручку он такой, «Я тебе хочу кое-что сказать!» Он говорит, «Может, завтра?» «Сегодня я встал на работе!» Да? Знакомая ситуация? Когда женщина чувствует несправедливость, у нее выходят эмоции изнутри. А эмоции для мужчины, жены излишней, это сила разрушающая его психику полностью. Когда женщина начинает эмоционально говорить, мужчина не имеет никакой защиты от этого, и он просто… Ему очень трудно это слушать. Эмоциональную вещь женщины очень трудно слушать. Но женщина, когда что-то хочет доказать, она всегда эмоции проявляет. И мужчине очень трудно становится вот это. Мужчина же, когда что-то хочет доказать, он эмоции не проявляет. И оптимизируется вот этот психический центр, который связан с волей и знанием. Он говорит «Садись, я тебе сейчас все объясню». А у женщины здесь дырка. Она очень чувствительная по природе. Женщина очень чувствительная. И когда мужчина давит знания, она ничего не сображает теперь. Ей блокируется мышление, что она не может понять, что она вообще хочет, что она что-то… что-то давит, что-то хочет. Ей плохо становится, она такая… «Слушай, отстань от меня!» Говорит эмоционально. «Слушай, отстань от меня!» И прямо в сердце ему. Папа! Но он не может сердцем ответить же. Да? У меня там дыхали… «А-а-а!» «Что значит отстань?» И по мазкам ему. Она еще больнее, она такая «А кто из мальчиков?» Начинает скандал. Почему он начинается? Потому что так устроено между мужчиной и женщиной. Надо контролировать себя. Рядом с мужчиной и женщиной всегда сдача экзаменов. Видишь перед собой жену? Сдавай экзамен. Любовь – это сложная штука. Требует самоконтроля. С женой всегда надо разговаривать таким образом. Не надо ей ничего логически объяснять. Доказывать. Просто надо сказать, как есть. У меня такое вот мнение. Прости. Пойти дальше. Я считаю, что надо идти в театр. Не надо объяснять, что в театре лучше. Это доказано учеными. Не надо. Чем в кино. Ну, в конце концов, мы не быдло, что в кино ходить. Не надо это все объяснять. Просто я считаю, что это такое в театре. Все. Прямое утверждение – не эмоционально, но как бы без давления. С возможностью выбора для женщины. Женщина должна без эмоций сказать спокойно. А я хочу кино. И если они так ведут себя, то обязательно они решение приведут. Потому что, когда женщина спокойно говорит без эмоций, без давления, мужчина остается спокойным. Мужчина никогда логически женщину не задавливает эрудицией. Женщина остается спокойной. В результате между ними гармония. Но сохранить эту гармонию очень сложно. Когда кто-то чуть-чуть начинает давить, в ответ тоже давление наступает. Когда наступает критический замкнутый круг, скандал начинается. Какая самая первая обязанность человека в жизни? С чего все начинается? Уважение. Все начинается с уважения. Уважение означает, что мужчина воспринимает женщину как очень нежное, трубкое, чуткое существо, которому нужен специальный подход. Нужно точно знать, как себя вести в этом настроении. А настроение у женщины постоянно меняется, оно не стоит на месте. Нужно знать, как в этом настроение вести, как в этом себя. Нужно изучать жену. Она постоянно объект изучения. Нужно стараться с ней вести себя очень деликатно. Мужчина тоже требует уважения. Уважение к мужчине означает уважать его мнение, уважать его принципы, взгляды, уважать его жизнь. Вот, например, он работает строителем. Мы кочегалы, мы не плотники, и сожалений горьких нет. А мы монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет. Жена должна любить его специально, уважать ее. Говорит, ты, блин, у меня, у других, как ребёдушки, мужики, а у меня бедоносец. Помните, с любовью Голуби? Там все показано, как не надо. Женщина должна снова уважать специально с мужчиной. И именно это происходит в начале отношений. Она видит его и говорит, я моряк. Она говорит, а я всю жизнь мечтала за моряка. И самое интересное, что она вообще об этом не думала раньше. Но в этот момент ей так показалось, понимаете? Ну, то есть, женщина сразу же начинает это делать так, как надо. Вторая мужчина начинает делать так, как надо в начале. Все происходит так, как надо. Пока. А потом будет все нормально. Обязательно. Не надейтесь. Потому что жизнь не предназначена для счастья, человеческой жизни. Не для счастья мы рождены. Мы рождены для знания. Для сдачи экзаменов. Вот когда человек сдал свой экзамен, он тогда получает, как подарок, счастье. И когда получает? Когда приходит время. Не сразу. Допустим, девушка начинает вести себя правильно в жизни. Это не значит, что она прямо сразу сейчас замуж выйдет. Нет. Но это значит, что она обязательно выйдет замуж, когда придет время. Но если девушка ведет себя неправильно, она не выйдет замуж, может вообще не выйти. Не то, что по судьбе не положено замуж. Положено. Но она не сдает экзамены. Понимаете, как действует судьба? Счастье приходит, как результат сданных экзаменов. И все. Оно само по себе не приходит в нашу жизнь. Иногда бывают подарки, но это бывают клетки. Как правильный урок в 12-м экзаменах? Это одно и то же. Каждый день – это и урок, и экзамены. Ведь объясняет, что когда человек проживает утро, то это формирует его будущее рождение. Когда проживает каждый день, днем, это формирует его зрелость. Когда он проживает вечер, это формирует его старость у следующей жизни. Например, если человек проживает день, утро правильно, у него благоприятное рождение. Когда он проживает день правильно, у него судьба в течение жизни благоприятная. Ночь, вечер проживает правильно. Получает хорошую старость. Теперь у меня к Вам вопрос, что важнее? рождение, зрелость и старость получить. Рождение важнее. Первый умный был детина, средний был и так и сяк, и вовсе был дурак. Каким родился, можно потом поменять сложно. Поэтому утро самое главное время в жизни человека. Но об этом мы чуть позже поговорим. Утро предназначено для молитвы, для работы над собой, для пожелания всем счастья, а не для того, чтобы спать. Понятно, да? Проблема заключается в том, что все эти вещи, которые я вам объясняю сейчас, эти вещи надо объяснять детям в школе. И особенности отношений в наше время заключаются в том, что у нас нет знания о том, в чем обязанности женщины, в чем обязанности мужчины, почему мы разошлись, почему нет счастья, почему нет любви. Веда объясняет, что точно так же, как чистить зубы надо каждый день, иначе изо рта воняет. Точно так же надо чистить отношения. И отношения чистятся не бабла. Давай за тяде поговорим с тобой, как нам жить вместе. Невозможно. Отношения не из разговора выкикают, они живут в сердце. И для того, чтобы они очистились, надо с сердцем работать. А сердцем работать означает, вот он сидит себе у себя на кухне и пусть сидит, а ты садись возле алтаря дома где-нибудь и начинай прощать, просить прощения. Это называется внутренняя жизнь. Нужно устанавливать отношения в сердце, означает думать об этом, а не думать о человеке и пытаться ему что-то доказать. А? Какое первое крестное отношение портится? Плохие мысли о человеке. Да если спонтанно в голову лезут плохие мысли, неприязнь к человеку, холод. Не люблю. Остыло. Прошла любовь, завяри помидор. А ты такой, холодный. Какая избытка тяга. И все твои печали за темною подуги. Означает, что не чистили зубки в отношениях. Накопилось это все, понимаете? Между сердцами пустота. Помните мультфильм Кай и Генда? Холод в сердце. Возник холод. А, все, я его не люблю. И пошла разводиться. Это означает отсутствие знания. Это мужчина. Что? Кто спрашивает? Кто спрашивает? Вы спрашиваете? Микрофончик есть? Где микрофончик? Есть мужчина, да, спрашивает. Ой, какая ревная. Что он спрашивает-то? Ну, я тебя не люблю, все. Он говорит, я тебя не люблю, да? Все прошло. Все прошло. Все прошло. Что значит это? Да, давайте отсуждать. Пучина. Сказал, все прошло. Что это значит? Рассказываю. Ну, значит мне нужно работать над собой. Да, значит он вам рассказал об ее работе. Потому что мы не решаем, все прошло или не прошло. Я вам сейчас кое-что расскажу интересненькое, чего вы не знаете. Вот смотрите. Когда вы пищу глотаете. Ням-ням, вкусно, да? Прожевала гулька, пошло. Дальше вы контролируете ситуацию? У меня нет. Так она всасывается там в клетки. Инфузор идут, всякие рипосомы там, хромосомы. Контролируете? Нет? Нет. Но в какой-то момент приходит знак. Что если сейчас я не пойду с лекции в комнату незнакомого архитектора, то будет запах. Знак приходит всем. Всего здоровья. И невежество в чем заключается? В том, что мы не знаем, что есть кто-то, кто все это делает. С помощью какой-то силы все эти клетки питаются. Все это происходит просто в телеграммной синхронности. Понимаете? Колоссальная грамотность во всем этом. Которая нам даже и не снилась. Одна клетка в миллиарды раз сложнее, чем самый современный завод. И все это происходит без всякого нашего участия. Просто я хочу быть здоровым. И есть сигнал. Есть всегда, если ты заболеваешь. И есть тоже об этом сигнал. Я об этом узнаю. По состоянию здоровья. У меня слабость возникает, тяжело. И начинает думать и обследоваться. И разок очень сильно задумывался над одним вопросом. Я после еды несколько минут отдыхаю. Там 10-15-20 минут. Всех по-разному. Кто-то должен гулять после еды. Кто-то сидеть. Кто-то отдыхает. Всех по-разному работать организм. Я всегда жене говорю, пожалуйста, разбуди меня. И она говорит, пора вставать. Я встаю. И один раз я услышал, пора вставать. Встал, подошел, говорю спасибо. Она говорит, я забыл. Кто разбудил. У меня возник вопрос. Кто разбудил. Кто разбудил. Павлов говорит, условный рефлекс разбудил. А я не верю в это. Знаете, я нашел ответ ведок, что в теле человека живет две души. Одна душа – это мы, а есть еще сверхдуша. Сверхдуша – это представительство Бога. Понимаете? Сверхдуша, она дает человеку память. Она его будет. Она ему дает забвение, чтобы он забыл что-то тяжелое и неприятное. Она регулирует все процессы в организме полностью. И отвечает на его судьбу. А кроме того, Господь в сердце человека, называется Господь в сердце человека, является совестью. Это не я – совесть. Совесть – это что-то вне меня. Имейте в виду, что совесть означает, что меня что-то изнутри мучает. А если оно меня не мучает, значит, я бессовестный. Не слышу Бога. Так вот, знайте, что когда создается семья, то именно эта энергия Бога соединяет людей. Потому что человека друг с другом, двух людей держать очень сложно. Нужна сила определенная. Вы заметили, что уйти очень трудно от близкого человека. Уходишь, а не уходится. Да? Заметили, что что-то держит нас с нами. Именно по этой причине мы не имеем права расходиться, потому что мы сами друг друга не соединяли. Допустим, женщина говорит, я родила ребенка. Я родила ребенка. Ты там все это создавала внутри, нет? Нет, ты просто ходила, кушала, да? А он рос. Какая-то сила его выращивала, какая-то сила зачала его. Некоторые говорят, что само собой начинается. А почему само собой, когда у многих не начинается? Есть многие люди, которые не могут зачать и не молятся Богу. Потом раз – зачать и произошло. Или благословения получаются, святого места от святых людей. И раз – все, сработала система. Видите, есть сила, которую мы не понимаем. Но мы иногда берем на себя право распоряжаться за нее. И вот за это люди становятся очень сильно наказаны. Понимаете, мы не имеем права подсушать себя. Мы должны сдавать экзамены друг с другом. Поэтому мы садимы вместе. Что будет и счастье, и страдание вместе. Если мы не живем правильно, будет больше страданий. Живем правильно, будет больше счастья. Итак, у вашего близкого человека возникла идея, что он имеет право разрушить семью. Вы этот вопрос задаете мне, да? Да. Он решил, что у него и прошла, завяли помидоры. У него не хватает знания о том, что надо жить по совести, да? Он не знает, что прошла любовь или не прошла. Надо продолжать жить вместе, да? Вот в этом вы хотите сказать? Ну, он решил все свалить на меня. Все ответственности, все обязанности. Ну, это понятно, что всегда кто-то свалит на кого-то. Это понятно. Что у вас возмущает? Пока не принесешь деньги, женщина забывает. Что у вас возмущает сейчас? Ну, что женщина должна свои обязанности понять, а мужчина свои. Правильно? Нет, это не правильно. Раньше этого идет знание. Вот смотрите, вы жили в невежестве. Вы первый раз на лекцию пришли? На вашу лекцию я пришла первый раз, но я вас слушала аудиозаписи. Сколько времени? Год, очень больше. Больше года слушали. И вы начали выполнять свои обязанности в семье? Да. И он все равно решил уйти. Когда я начала слушать лекцию, у нас улучшились отношения. Да. Потом, через полгода, он мне сделал предложение. Мы пожилились. Да. И потом начали вмешиваться его родственники. И? И все? Что все? И его работа? Да, прием работает с родственниками уже. По-моему, да. Родственники не хотят меня, не видят, не слышат. Ну, ничего страшного, прием работает. Надо, значит, на расстоянии желать им счастья. Идти, учиться, прощают. Угу. Что случилось? Я стараюсь. Ну, и? Ну, дальше. Улучшаются отношения? Пока нет. Нет, значит, как стараетесь? Он старается лучше всех. Угу. 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 И так видите, мы сделали маленький первый шаг. Угу. То с помощью которого мы сможем изменить вашу судьбу. Мы сейчас сделали маленький первый шаг вперед. Вы в это время этого шага сначала почувствовали стену, которая как бы перед вами стоит. А потом мы почувствовали, что что-то произошло хорошее сейчас, а? Потому что до этого мы были просто в тупелом таком состоянии разрухи, а теперь вы отрезвели. Как-то легче стало. Спасибо. Ну это только начало же еще, правильно? Теперь слушайте дальше. Да. Сейчас не надо думать о результате. Потому что мысли о результате разрушат все, что есть. Это страсть. Не надо думать о том, останется этот человек рядом с вами или нет. Даже если думается сильно и хочется, думать об этом не надо. Это не ваше дело. Наше дело делает то, что мы должны делать. Знаете, есть такое утверждение, что когда человек делает то, что находится в сфере его обязанностей, он становится счастливым и уверенным в себе. А когда человек думает о том, что вне сферы его обязанностей, он разрушает свое счастье и свою жизнь. Вы сейчас думаете о том, что в сфере ваших обязанностей или вне сферы? Если вы думаете о том, что разрушается семья, это вне сферы ваших обязанностей. Потому что это не ваше дело, разрушается она или нет. Это решает Бог. Он ее создал, он ее разрушит или сохранит. Ваше дело сейчас другое. Я нашел корень зла. Вы не понимаете, что семья имеет много... Вот смотрите, сердце имеет много корней. Не только я и ты, солнце и святы. Сердце имеет много корней. И также корни сердца идут к родственникам. Попытайтесь это понять. Ваши корни идут к его родственникам. И там много работы. Это ваш объем работы. Это ваша трудность в прошлой жизни. Где вы разрушили, там вы теперь должны трудиться. И корень зла заключается в том, что вы не вкладываете достаточно сил в отношения, насколько я понимаю, с мамой вашего мужа. Раньше они были гораздо лучше, а сейчас... О чем сейчас говорите? В отношениях с мамой. Нет, вы говорите о том, что я хороший. Но я вас ни в чем не обвиняю. Я тоже считаю, что вы хорошие так же, как ваша подружка. Поэтому я с вами разговариваю. Я хочу вам помочь сейчас. Эта помощь заключается в том, что вы должны понять, что нужно делать. Нужно делать две вещи. Первое. Не претендовать на отношения, иначе они неизбежно разрушатся. Смотрите. Когда близкий человек уходит, что происходит? Я его тяну, не уходи. Какая его реакция? Еще дальше. Еще дальше уходит. А если я ему говорю, ну и уходи, какая реакция? Опять еще дальше. Значит, что нужно делать? Ничего. Ничего не делать. Не вмешиваться в это. Не вмешиваться. Пытайтесь это понять. Это не ваше дело. Это первое, что вы должны куда силы душевные вкладывать. И тогда он вас начнет уважать. Когда вы начнете не вмешиваться в это, он начнет вас уважать в этот момент. Это первое, что вы должны делать. И второе, вы должны изо всех сил в своем сердце, не по телефону, а в своем сердце, устанавливать отношения с его родственниками, желать им счастья, просить прощения, прощать. Учиться энерголюбви, активизировать в эти отношения. И потом дальше пытаться как-то служить им, как вы можете. Понимаете? И нельзя делать то, что вы не имеете права. Например, в отношениях с мамой вы можете ей цветы подарить, с его мамой? Или нет? Сейчас. Сейчас нет. Нет. А можете просто позвонить, сказать, мама, как дела? Теоретически можно. Еще можно. Но... Уже нет. А можете написать, сказать, мама, прости, я не права. Вот это ваш объем возможностей. Можете писать ей записки. Желать ей счастья в своем сердце. Если возможен контакт, значит, вы уже победили. Человек, который имеет знания, если он видит цель, значит, он видит победу. Надо просто знать, сколько я имею права делать. Какие шаги не разрешены. Еще. Вам разрешены вот такие знаки внимания. Раз, значит, она уже другую невесту-то не берет. Ничего страшного. Там где у работы? Мама ничего не решает. Наш не Бог. Если она считает себя Богом, пускай попробует не покакать. Разрешает пищу в кишечнике. Хотя бы на ней. Точно так же, как отношения, как пища продвигается под кишечнику, так отношения держат за Богом. Или разрушаются. Человек не может, у человека нет силы вмешиваться в это. А если он вмешивается, он за это будет отвечать. Не беспокойтесь на этот счет. Это не ваше дело. Нашла она ему другую невесту или не нашла. Это, опять же, ваше наказание. Ваша геморабота. Ваша задача раскаиваться в отношениях с ней. Желать ему счастья. Служить мысленно, прощать, просить прощения. Выполнять свои обязанности. Не думать о том, чтобы он уходит. Вспоминать старших в молитве, чтобы была помощь, поддержка. Стараться сохранять равновесие в сердце. Вот прямо сейчас я вижу улучшение отношений с вашими родствами. Прямо не с вашим мужем, а с его близкими. Это для вас вполне возможно. И я вижу даже, что его мама пыталась с вами построить отношения. А вы очень гордо себя рядом с ней вели. И это тоже сейчас увидите. Это стало причиной ее отсутствия веры в вас. Я уже начал понимать, что происходит. И да, не бывает так, что кто-то виноват один. Но и так не бывает. Человек просто не знает свою вину. Мы очень трудно это понять. Двигайтесь вперед. Спасибо. Двигайтесь вперед. Есть еще одна проблема, которую вы даже не знаете в себе. Я сейчас вам ее озвучу. Ваше сердце мне сейчас ее подсказало. Знаете, какая? А я, Геннадьевич, не хочу рядом с собой такого человека. Так ведь? Какое он должен? Ну да. Нет, наоборот. Есть эта проблема. Вы в себе ее пока не знаете. Отторжение. Это может быть обидой. Отторжение. Ну, хорошо. Пускай будет так, как вы ее называете. Такая она и есть. Но это есть сила. Это ваш бунт. Его тоже надо убрать. Надо простить. Если вы все это сделаете, все, все, что я вам сказал, сделайте. И у вас на сердце будет легкость и сила. И если в этом случае, когда вы будете чувствовать себя хорошо в этих отношениях и сильно, он все равно уйдет. Вам надо его ждать. Поставить себе срок. И если вы его не дождетесь, я вам гарантирую, что Бог вам даст в тысячу раз лучше человека. В тысячу раз лучше. Не сомневайтесь, Бог. Не сомневайтесь. Видите, вот девушка вам ответ дала. Вы были в начале лекции, когда мне девушка говорили? У меня два сейчас уже. Да. Кандидата. Если бы у нее было три, я бы не удивился. Потому что она сделала все, как надо. А вы не хотите этот труд совершать. Подойдите к ней. Как вас зовут? Встаньте. Мне это не смешно сейчас. Это не смешно. Встаньте вы. Вы должны встретиться после лекции. Вы слышите меня или нет? Вы поможете ей. И вы будете благословлены, если вы ей поможете. Пожалуйста, помогите ей решить этот вопрос. Объясните, как нацию вести. Хорошо? Спасибо. Спасибо вам. Итак, движемся вперед. Для того, чтобы этого не произошло, то, что сейчас мы столкнулись с тяжелой проблемой, мы должны изучать, как сделать так, чтобы ее не было. Первое правило заключается в том, что боль, которую я испытываю от близкого человека, закономерна. Закономерна. Люди часто думают, что если я нашла себе правильного человека, от него боли не должно быть. Боль от близкого человека будет обязательно, потому что так устроен этот мир. Веда объясняет, что самые большие трудности у человека возникают там, где самые глубокие близкие отношения. Пытайтесь это понять. Есть три типа отношений. Есть отношения близкие или родственные. Там самая большая боль. Причем интересно знать, что внутри родственных отношений есть два типа отношений. Есть отношения мужа и жены, есть отношения родителей и детей. Родители и детей отношения еще более глубокие, и там еще больше боли. Не думайте, что от своих детей вы получите меньше боли, чем от своего мужа или от своей жены. Там боли еще больше будет в отношениях с детьми. Потому что отношения ближе. Чем ближе отношения, тем сильнее экзамены. Теперь у меня к вам вопрос. Вот, допустим, я еду в трамвае, и мне кто-то сказал, там, ты такой-то сикой. Допустим, это правда. Я среагирую? Нет. Да? Ты пошел. Дядя Бася, знаете, куда? Чего я так буду на него реагировать? Я ему об этом и скажу. Ну, может быть, я не скажу, как-нибудь, может быть, я не скажу. Ну, вот захочется сказать. Нет, у меня не захочется. Нет? Так в меня верите, да? Ну, хорошо. Не скажу и не захочется. Но он же видит, что он не для меня чужой человек с точки зрения отношений. Так? Так. Буду я через него сдавать серьезный экзамен? Нет. Как это возможно? Ну, наступил, допустим, а, он мне сказал, допустим, «Чего ты тут стоишь? Отойди!» Ну, неприятно, отошел. Вот теперь представьте себе, мой самый близкий, дорогой человек мне говорит, «Чего ты тут стоишь? Отойди!» Это что происходит? Это скропор. Как это так, мой близкий человек мне такое может сказать вообще? Как он вообще, у него в мыслях появилась вообще такая идея со мной, как разговаривает? Понимаете, о чем я говорю? Для того, чтобы сдавать экзамены, нужны близкие отношения. Бог так создал, он создал близкие отношения для того, чтобы мы менялись. Потому что очень глубокие черты характера человека невозможно исправить в далеких отношениях. Дальше есть деловые отношения, они менее близкие. Там тоже есть свои экзамены. Обязательно, если вы устроились на работу, у вас есть коллектив, поработали вместе, будут экзамены. Привязаясь к этому коллективу, ждите экзамена дальше. Если это ваш коллектив, значит там будут экзамены, обязательно. Итак, первое, что самое главное, хочу вам сказать, это то, что самая главная ошибка заключается в том, в отношениях, что мы очень верим в разговор. Мы очень верим в то, что я объясняю близкому человеку, что смогу его исправить. Это практически невозможно. У меня есть друзья, некоторые из них пришли через мои лекции в мой медицинский центр, начали заниматься духовной практикой, которой я занимаюсь, и начали со мной работать. Но когда только они начали со мной работать и начали строить близкие отношения, они уже не слушают мою лекцию. Они слушают лекции кого-то другого, но мои нет. Хотя они меня уважают. Почему? Я в Краснодаре читал лекции. Много людей приходило, человек читили, что для Краснодара это нормально. Но как только я сказал, что я переехал под Краснодар, стал уходить, случилось все. Я стал своим уже там, понимаете, своим. Нет пророков в своем отечестве. Да, нет пророков в своем отечестве. Означает, что проповедовать близкому человеку не надо. Не надо. Не надо говорить мужу, как он правильно жить. Потому что в близких отношениях другие правила. В близких отношениях такое правило. Если ты хочешь, чтобы близкий человек поменялся, сначала сам начни жить правильно в этом ключе, и потом он это поймет и поменяется все время. Через твою просто деятельность, через поведение. Надо проповедовать близким человеку людям поведение, потому что касается детей. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок учился, допустим, вечером, а не балду гонял, делай что-то важное вечером и не гоняй балду. Допустим, ты приходишь домой, там девушка расслабляет с женщиной от разговора к телефону, мужчина расслабляется с помощью телевизора. Женщина болтает на телефон, мужчина смотрит в окей, а мальчика, ребенка заставляют учить уроки. Это возможно еще или нет вообще? Вы пробовали вставать рано утром, когда все спят? Легко? Нет. Встаешь так, пошатался, прошатался, лег. Почему? Потому что есть понятие атмосферы или энергии пространства, общее настроение, общее сознание людей. Если ребенок не имеет разума, чем сильнее разум у человека, тем сильнее он может пробеждать атмосферу. Может быть сильнее атмосфера, если у него сильный разум. Но если у человека слабый разум, у детей очень слабый разум, он находится на поводу атмосферы. Если родители балдеют дома, по вечерам, как он будет учить уроки? Он тоже будет играть в компьютерные игры. И обманывать своих родителей, потому что у него не будет силы поменять эту атмосферу, и заставить себя учиться. Даже родители должны поведением воспитывать своих детей. В семейных отношениях неуместна демагогия. Неуместна. Неуместны эмоции женские, какой ты плохой. Неуместны эмоции мужские. Я тебе сейчас объясню, кто плохой. Неуместно это все. Только терпение и служение. Два вещи, которые побеждают. И первое, что нужно сделать, это уважение. Уважение это то, к чему надо стремиться. Очень трудно мужчине вести себя деликатно женщиной. Почему? Потому что женщина соткана из эмоций. Эмоции ранят психику мужчины. И несмотря на это, мужчина чувствует несправедливость, что женщина ведет себя эмоционально и ранит его своим поведением. Женщина часто спонтанно это делает и не понимает, что это унижение. Она говорит, отойди отсюда. Ну, там, дергается как-то. Как его так? Это унижение для мужчины. Да, женщина так себя ведет, он чувствует себя униженным. Он чувствует, что она пренебрегает им. Ему очень не нравится. А это просто проявление эмоций у женщины. Женщина ничего плохого не хотела сделать, а она просто ее передернула. Она сама даже не знала, как это произошло. Неожиданно. Он просто не понимает, какая чувствительная... Чувство напрягивания, в леве конденсатор разрядится. А он думает, хамство. Просто хамство. Просто хамство. Да? На ком есть ситуация? Или мужчина такой, он сидит, допустим. Женщина подходит к ним и говорит, слушай, у меня есть проблемы. Она ему очень деликатная такая. Значит, что он должен на нее посмотреть все внимание и слушать проблемы. Он сидит такой деловой и говорит, да. Не потому, что он такой деловой, а потому, что он такой просто, вроде мужчины. Он такой вот ответственный, деловой такой. Да, я с ним ушел, какая проблема. У нее же пропадает желание вообще ему говорить что-нибудь. Она говорит, ну все, я пошла, ладно. Так, знакомая ситуация? Я думаю, ну хамло вообще. Не можем даже нормально разговаривать. Так ведь? Почему так возникает? Почему такие ситуации возникают? Потому что мы даже не знаем, из какого теста мы сотканы вообще. У нас нет никакого знания об этом вопросе вообще. Мужчина не знает, насколько женщина эмоциональна и чувствительна. Женщина не знает, насколько мужчина серьезный и ответственный. Она не понимает этого, ей трудно это понять. Поэтому уважение – это начало отношений. Что значит уважение? Мужчина должен учиться деликатности. Женщина говорит ему, слушай, поговори со мной. Он должен все внимание, как бы не половина головы в хоккей, половина в жену, а все внимание к ней уделить и очень аккуратно с ней в это время общаться, зная ее тонкий характер, очень родимый. Очень родимый, очень родимый. Есть такая песня удивительная, песня любви. Вот все правила отношений там есть. Ради высокой любви обязаны Знать, что С нами пожизненно связаны Нитью незримою, нитью незримою Наши любимые То есть, если хотите нормальной любви, знайте, что вы связаны этой нитью незримою. Если вы не знаете, не просите прощения, не прощаете, никакой высокой любви не будет. Будет просто банальная ситуация. Развод девичьей фамилии называется. Понимаете, да? Чтобы верность, вот эти глубокие чувства возникли, для этого надо в сердце отношения строить. Уважение это сложно. Женщина должна заставить себя, подчинить себя вот этой вот силе воли, сила воли должна быть у женщины. Она должна учиться делать вот так. Да, мой хороший. Да, мой хороший. Давайте женщины вспоминайте мужа. Да, мой хороший. Да, да, мой хороший. Кто спросил? Даже если мой хороший несет клет, да? Микрофончик. В смысле, не общается. Какой разговор между мужем и женой? Садитесь. У нас семейная атмосфера. Жене нравится, что в Россию приезжают сейчас из Украины. Она пытается им помочь. А муж категорически против этого. Да. Ну, потому что они все равно плохо о нас думают. Так. В результате муж ушел их дома. Война, да, отразилась на нас в себе? Жена спокойно объяснила, что имеет право на собственное мнение. Не заставляет мужа помогать. Но я буду помогать беженцам. То есть, ну, я имею такое право. Нет, не имеешь. Ага. Дальше что делать? Дальше что делать? Потом сказал, нет, не имеешь. Что дальше? Ничего, жена замолчала. Жена хорошая, он плохой. Нет. А как? Жена еще пока не решила, кто хороший, кто плохой. Здравствуйте. То есть, она находится. Ну, плакость, ну, неверность. Получается, что да. Хорошо. Ладно. Такая диагностика. Что надо было делать, чтобы все было хорошо? Ну, тогда получается, что надо зачастую… Вы слушали? Слушали? Да. Полтора года. А вы со мной как разговариваете? Угу. Как? Правильно вы разговариваете? Нет, неправильно. Я рад вас видеть здесь, как вас зовут. Светлана. Мне кажется, вы уже много поняли, да? Или нет? Да. В том числе и то, что жалко, что зачастую один шлем семьи ходит на лекции. А второй не считает нужным. Ну, это же просто вопрос времени, вашей любви. Да? Смотрите. Бог дает женщине близость к себе. Знаете, человечество чем благословлено? Тем, что у женщины сердце ближе к Богу, чем у мужчины. Женщина – это совесть семьи. Женщина удостоверяет совесть семьи. Не потому, что она лучше, а потому, что так положено. Не гордитесь тем, что вы совесть семьи, что вы пришли сюда. Будете гордиться собой, когда сюда придет ваш муж. Теперь у меня вопрос. А у женщины поднимите руку, у кого муж пришел сюда вместе с вами? Вот гордость этого города. Не печальтесь. Запомните. У мужчины нет правила помогать беженцам или нет. у мужчины. У мужчины есть другой принцип. Не надо отдавать микрофончик. Назад, назад. У мужчины есть другой принцип. Жена независимо себя ведет или зависима. Смотрите. У женщины природа очень импульсивная. И это сравнивают женщину с рекой. Женщина, она течет в какую-то сторону. У нее есть увлечение и желание. Она соткана из любви. У мужчины есть победы и правила. Он соткан из принципов. Мужчина является берегами реки. Женщина должна течь внутри берегов. Когда женщина выходит за рамки правил, которые создает мужчина, и вытекает на поле, то вода растекается и высыхает. Она погибает без этих правил. Но это не значит, что женщина обделена. Есть определенный этикет в отношениях, который вы не соблюдаете. Я это заметил даже со мной. Вы должны делать вид, что я хороший и прав. Называется уважение к мужчине. Вы должны не подтакивать, даже если у вас свое мнение. Это этикет просто. Есть вещи, которые указывают на грамотность и знание. Например, если у меня что-то зачесалось, и я стою перед очень уважаемыми людьми. Я должен это чесать? Есть этикет просто. Этикет означает, что я не делаю точку нельзя. Это проявление любви. Если я не люблю людей, я могу делать все, что угодно. Часто так бывает. Но этикет нужен в отношениях. Это не означает формальность. Это проявление любви. Когда женщина находится рядом с мужчиной, она должна делать вот так головой. что у вас не получается. Давайте пробуем. Видите, как за скрипом идут. Чувствуете? А? Сломкой в себе. Как? Сломкой внутри себя. Сломкой внутри себя. Еще раз. Как внутри себя. Сломкой. Ломание. Ломание, да. Это важно. Это ломание сделать. Вы знаете, у всех женщин это есть. Независимость от мужчины. Считать ощущение, что он несет ахинею. Знаете почему? Потому что у женщины есть чувство истины. Оно очень выражено в ее сердце. А мужчина, когда что-то говорит, он может уйти от истины. У него, у женщины каждую секунду есть вот это чувство. Истина, истина, не истина. Истина, не истина. У женщин так работает психика. А у мужчины психика работает по-другому. Он стремится к победе. И победа иногда не означает истина. Он может победить в сторону истины, а может победить в сторону лжи. Но если жена делает вот так и говорит, да, мой хороший, то истина в этот момент немедленно входит в его сердце. Немедленно. И он может потом сказать, ну, наверное, это я неправильно решал, считал. Если женщина ему даст такое право. Но когда женщина категорически стоит на своем и не уступает мужчине, то право у него разобраться, где правда, где ложь, нет. И если бы вы в самом начале сказали, да, мой хороший, наверное, ты прав, что вежливцам помогать не надо. Я, наверное, лишнего этим занимаюсь. Наверное. Не то, что совсем не согласны, просто вы из этикета это делаете. Знаете, что дальше будет? Интересные вещи. Дальше у вас есть право просто сесть и поплакать. Может быть. Если он к вам подойдет, вы скажете, прости меня, такая дура, вот опять хочу идти, женщина, где беженец на декабре. И, наверное, пойдет. Знаете, что он вам скажет? Он скажет, ну раз такая дура, то и не будет. И он совершенно не будет в обиде на вас. Семья сохранится вот здесь. Спасибо. Решили, да. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Нам не хватает знаний просто все. Нам не хватает знаний о себе, о близком человеке, уважения. Это вот, вот просто, я так благодарен этой женщине, что она именно на эту тему взяла. Потому что лектор не может сам раскрыть тему. Нужен кто-то помощник. И люди вот, которые искренне относятся к моим лекциям, они разу вскрывают тему свою, вот боль. При всех там, раз, и на себя удар. Как Александр Матросов бросился на образу. На себя удар. И вот сейчас в этой беседе вы поняли, что такое уважение. Уважение к близкому человеку, это беспредельная вещь. Когда человек прыгает в пропасть. Каждая женщина чувствует, что мужчина несет ахимею, не только она. Каждая женщина это чувствует. И все равно надо сказать, да, мой хороший. Таково проявление любви и мудрости женщины. Когда говоришь, надо, что он говорит. Как так? Ну, микрофончик, микрофончик, я заслышал. Что микрофончик делал? Сейчас еще кто-то мне поможет. Какой-то вопрос важный. Когда говоришь, да, мой хороший, а тебе в ответ, ты чего надо мной издеваешься? Муж говорит. Да? А как вы говорите, да, мой хороший? А? Да, мой хороший. Да, мой хороший. Ага. Я понял. Сейчас я вам покажу кое-что. Дорогие мои друзья. Я так рад вас благодарю. Вы такие классные. Теперь у меня к вам вопрос. Я издеваюсь или нет? Ага. Похоже. 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 А потому что я нечестно себя веду. Можете, как бы, честно сказать ему, да, мой хороший. Даже не считая, что он прав. Потому что есть разница между хорошей и правильной. Может быть, не прав, но он хороший. Да, мой хороший. Да, мой хороший. Да, мой хороший. Да, мой хороший. Это означает для женщины, я принимаю, что ты имеешь право на свою точку зрения и больше ничего не означает. Только это. Да, мой хороший. Означает, я тебя уважаю, твою точку зрения. Какой бы безумной она мне не казалась. Потому что есть разумные женщины, есть глупые. Женщины, расслабьтесь, когда правда такая приходит, надо дышать глубоко. Расслабленные, сейчас я скажу. Но надо расслабиться спокойно. Разумные женщины не считают себя разумными. Они всегда сомневаются в своем мнении. Глупые женщины абсолютно уверены в своей правоте. Докумены вы, докумены? Все. И женщина, когда сомневается в своей правоте, она ведет себя разумно. А когда не сомневается, ведет себя глубоко. Сейчас объясню, почему так. Смотрите, у человека в психике есть два психических цилиндра. Есть внутренний, есть наружний. Внутренний цилиндр отвечает за работу над собой. Отвечает за перемены в жизни человека. И отвечает за его внутренний мир. У женщины внутренний цилиндр очень непреклонный и неизменный по своей природе. И женщине очень трудно с ним вообще иметь дело. У мужчины внутренний цилиндр мягкий и покладистый психический. То есть внутри мужчина сильно меняется. Или в лучшую сторону, или в лучшую. Женщина неизменный. Снаружи все наоборот. Мужчина очень неизменный. Внаружи не психический цилиндр для людей. А внутренний для меня. Мужчина внаружи неизменен, как камень. Это то, что для людей. А внутри он сильно меняется. Женщина снаружи очень сильно меняется. Внутри неизменно, как камень. Разумная женщина знает в себе эту внутренность, что ей очень трудно себя поменять. И поэтому она всегда ведет себя так, что она не ставит себя выше других. Мужчина разумный. Знает, что он туповатый снаружи. И поэтому всегда готов выслушать чужое мнение. Даже своей женой. Туповатость мужчины заключается в том, что он не хочет менять направление своей жизни. Он живет, как жил, и все. Его не волнует другая жизнь. Женщина может быстро поменять свое направление своей жизни. Но ей трудно следовать долго. Потому что внутренняя часть жизни требует помощи. Женщине очень трудно внутри себя вести по пути. И очень легко вдохновиться чем-то. Пора заканчивать. И очень... О, 9 часов уже. И так, разумный мужчина способен поменять направление своей жизни по совету. А разумная женщина способна считать себя глупой. А разумная женщина способна похвалы отдавать своему наставнику. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не знаю, вот это у меня не получается. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну ладно. У нас... Я надеюсь, что организаторы нам простят, если сейчас еще пять минут мы сделаем одну важную вещь. Очень важную вещь. Сейчас у нас будет внутренняя жизнь. Тренинг. У нас есть разная вера. У кого-то вообще никакой веры. Но есть определенные настрои, которые с древности объединяли людей. И создавали атмосферу мира и гармонии. Я вам прочитаю один такой настрой. Настрой ведок называли шальки мантры. Все люди разных традиций собирались вместе. И вместе произносили одни и те же настрои, которые создавали счастье. Атмосферу счастья вокруг. На санскрите этот настрой звучит так. Сорвей Ваванту Сукинаган. Я желаю всем счастья. Сорвей Шанту Нирамая. Я желаю всем мира, чтоб не было войны. Сорвей Вадрань Паш Янтуру. Пускай удача будет у всех людей. На каше Дубка Бабаве. Пускай никто не слетает. Классно? Победите руку, чтоб хотя бы одна фраза противоречила вашей вере. Из этих вот тех, что я сказал. Нету таких, да? Это касается всех. Религий, народов, культур и так далее. Мы будем повторять первую самую фразу. Я желаю всем счастья. Для того, чтоб делать это правильно, я вам кое-что сейчас расскажу. У нас внутри есть возможность отдавать счастье близким людям. Само собой. Не надо для этого об этом думать. Вот если ребенок заболел, вы и так будете ему отдадить столько силы, сколько ему нужно для того, чтобы он выздоровел. Теперь почему вы беспокоитесь? В чем беспокойство? Беспокойство в сердце почему возникает? В чем причина? Потому что силы не хватает в сердце вылечить. Так вот, знайте, что единственный способ пополнить эту силу – это святость. Когда человек вспоминает святость, означает святую землю, святого человека, священное писание, священную воду, святую икону, святое изображение Бога. Как угодно в вашей вере святость может проявляться. Не имеет значения. Или просто вспомните что-то святое. Допустим. Над сапой горой стоит тишина. А помаривым куда-то с ним. Будто не было войны, но война. Подголоском стал той тишина. Может быть, ваша святость – это люди, которые погибали на этой земле за Родину. Не имеет значения. Святость – это все, что связано с Богом. Вспомните что-то святое у вас здесь есть на Родине. У вас есть много памяти о подвиге русского народа здесь в Родине. У вас есть церковь и также есть много святого в этом городе. Вспомните что-то святое. И когда вы это вспомните, тогда надо сказать этому святому в своем сердце. Я хочу тебе служить. Я хочу быть таким же, как ты. Я хочу жить для тебя. Я хочу быть таким же чистым, как ты. И так как святость означает бесторыстие, в этот момент надо сказать вслух. Я желаю всем счастья. Спасибо.